Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами интересных авторов, известных Джордж Крукшенг. Английский иллюстратор и карикатурист, идущий мастер книжной иллюстрации и сатирико-политической карикатуры 19 века. За свою долгую жизнь он проиллюстрировал более 850 книг, считается преемником Джеймса Гилрия, умершего в 1815 году. Так вот, Джордж Крукшенг родился в Лондоне, отец Айзек Крукшенг тоже был иллюстратором. В год смерти отца, когда Джорджу было около 20 лет, он прославился подборкой сатирических карикатур для ежемесячника Сквайр. За 4 года сотрудничества с этим изданием Крукшенг приблизился по популярности и размеру заработка Джеймсу Гилрия, знаменитому карикатуристу эпохи наполеоновских войн. В 1820 году его карикатуры с равной едкостью высмеивали партии Вигов и Тори. Крукшенг продолжал иллюстрировать британскую политическую жизнь до 1825 года, хотя уже 1820 его более занимало иллюстрирование книг современных авторов. Я цитирую Википедию. Его живые и забавные иллюстрации детской литературы стали новым явлением в истории книгопечатания и нашли многочисленных подражателей в Европе и Америке. Наибольшую известность получило сотрудничество Крукшенга с молодым Диккенсом, результатом которого стали иллюстрации к рассказам цикла «Очерки Боза» и роману «Приключения Оливера Твиста». За годами в творчестве Крукшенга нарастал назидательный элемент. В 1840 годы он призывает к умеренности в потреблении алкоголя. Крукшанг сделал свою последнюю гравюру в 1875 году и умер через три года в своем родном городе Лондон. Давайте посмотрим работу. Сегодня мы немножко узнали о Джорже Крукшенге, английском иллюстраторе и карикатурист. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok